Старт дан. 25 сентября волейболисты «Зенит Казань» провели первый домашний поединок в новом сезоне. Столица Татарстана принимает второй круг предварительного этапа Кубка России. Первым соперником «Зенитовцев» стал волейбольный клуб «Прикамье». На данный момент оценить уровень готовности команды к сезону непросто. Травмированы Вербов, Севажелес и Спиридонов. Вильфредо Леон занят получением визы. Андерсон, Апаликов и Салпаров, выступавшие на чемпионате мира, присоединятся к тренировочному процессу чуть позже. Зато отчетная встреча стала первой в форме «Зенита» для Андрея Ащева, который вывел Казанцев на площадку в роли капитана. Продолжает набирать форму после травмы Максим Михайлов, который провел матчи первого круга в непривычной для себя роли Либера. В матче с «Прикамьем» Макс действовал на позиции доигровщика и стал вторым по результативности, набрав 21 очко. Я пока на стадии восстановления. Думаю, что сложно сказать, в какой форме я сейчас нахожусь. Очень долго не играл и очень рад, что вернулся на площадку. И я думаю, что сейчас нужно как можно больше играть, чтобы набирать форму. В стартовом составе «Зенита» появился Семен Дмитриев, который на протяжении всей встречи действовал неплохо. Из-за отсутствия лидеров в матче, помимо Дмитриева, принял участие целый ряд молодых игроков. Сурмачевский, Семенихин, Олекна и Сырлыбаев. А вот Чивиль и Димаков на площадке так и не появились. Первые две партии сложились по схожему сценарию. Равная борьба с большим количеством ошибок в приеме. Пермики оба раза вели в счете ко второму техническому, но казанцы догоняли соперника в концовках. Кобзарь много пасовал на Полетаева, а также успешно задействовал первый темп в лице Ащева и Гуцелюка, которые также не забывали набирать очки на блоке. Упорная борьба и 27-25 в пользу «Зенита» в первой партии. И три сетбола у Прикамьи во втором сете, но исход тот же. Нервные 32-30 после атаки Дмитриева и 2-0 по партиям. Прикамьи уже нечего терять. К тому же травму получил лидер команды Павел Авдодченко, который в одном из моментов неудачно приземлился и прямиком из центра волейбола отправился на обследование в больницу. Роль лидера взвалили на себя Роман Буланов и Сергей Никитин, усилиями которых третий сет остался за гостями 29-27. 2-8 в пользу Прикамьи на старте четвертой партии. Лишь на подачах Семенихина зенитовцы сокращают счет до минимума, после чего на аванс сцену выходит Виктор Полетаев. 12-й номер «Зенита» четырежды чехлит соперников и не оставляет им шансов в защите. В итоге в активе Виктора титул самого результативного игрока. 22 очка, 6 из которых на блоке. 25-20 в четвертом сете и 3-1 в матче. Мы разбираем игру соперника. Я думаю, что плюс защита – это, наверное, первый показатель желания команды. Сегодня все хотели победить при своих болельщиках. Я думаю, что это было видно. Выиграли хорошо, но качество игры еще не очень. По себе чувствую, что еще можно где добавлять, есть запаска. Очень тяжело играли. В первой встрече дня лидер группы «Грозный» одолел «Воронежский кристалл» со счетом 3-1. Именно с коллективом из столицы Чечни волейболисты «Зенита» проведут свой второй поединок. 26 сентября в 19.00. Любителям волейбола напоминаем, что на все матчи предварительного этапа Кубка России вход абсолютно бесплатный. Ждем вас в центре волейбола. Субтитры создавал DimaTorzok